Как называется символ царской власти? Золотой шар с крестом наверху. Так, пусть будет держава. Денис, твой вариант. Скипетр. Правильный ответ. Держава. Эта волшебная передача называется «Вопросы за бабос». И сейчас наш казахский товарищ из Астаны, которого вы все, наверное, видели, потому что это уже второй видеоролик вместе с ним. Здравствуйте. Будет отвечать на очень сложные вопросы. Ты поступил в путягу, которую хотел? Да. Ну, слава богу. И против него будет наш советский русский Денис, который приехал к нам из... Мурина. А до этого вот это приехал откуда? Ставропольский край. Из Ставропольского края. Кто же умнее этот Нерусич? Ускогласить, что-то будет очень обидно для всей вашей росы. Не знаю. Не надо, да? Не знаю. Мне вообще нравятся казахи, я их обожаю. Ребята, родненькие вы мои. Ставьте, пожалуйста, лайки, если смотрите этот видеоролик. Потому что если вы не будете ставить лайки, то ни хрена просмотров не будет. Сделайте так, чтобы по красоте все эти видосы заходили. Поставьте эти вот лайки. Что-нибудь напишите в комментариях. Мы начинаем. Я буду задавать вопросы. По очереди вам одни и те же. Как все будет, пока не знаю, как карта ляжет. Кто ответит на больше, много там всего вопросов, тот и получит весь банк. А в банке очень-при-очень много бабосов. Только один из вас получит бабосы, а никто потом другой не получит. Ишь, какая идет. Посмотри на нее. Скидывайтесь на каменцы. Кто будет отвечать первый? Камень, ножницы, бумага. Три бам... Камень, ножницы, бумага. Три бамжа. Три бамжа. Три бамжа. А, наконец-то. Адилю дается 5 секунд. Если он не отвечает, переход хода тебе. Сами считаете, кто сколько там ответил. Меня вообще башка не соображает. А сколько все вопросов было. Очень много. Можно колбаску мне поближе к карту? Итак, Адилю, у тебя есть 5 секунд. Какой британский ученый опубликовал труд происхождения видов? Ему колбасу. Ему колбасу. Раз. Пусть будет Чарльз Дарвин. Я думаю, да. Чарльз Дарвин. Откуда? Откуда столько знаний у этих людей? И это очень правильный ответ. Адилю, сейчас отвечаешь ты. Держи колбасу. Держи. В каком городе родился Иисус Христос? В Вифлеем. Как бы ты ответил, Адиль? Хершалаим, но я не уверен. Не знаю. Ты бы не ответил Вифлеем? Нет. Эх, какой позор Адилю. И какое браво Деннису Никирибидису. Аплодисменты. Один. Вот так вот. Нет, вот так вот. Нет, вот так вот. В 1952 году президентом какой страны был предложен Альберт Эйнштейн? Пусть будет Соединенных Штатов Америки. Как вы считаете, Деннис? Ну, я считаю, что возможно Великобритании. Никто из вас не ответил правильно. Правильный ответ это... Великобритания. В Великобритании. Так, кто сейчас отвечает? Нет. Денис? Держи. Так, спросил меня, что у меня такое. Что у тебя с рукой, Жень? Ребята, если вы хотите узнать, что у меня с рукой, как я грохнулся, откуда я грохнулся, как я лежал в больнице две недели, этот видос уже есть на моем втором влоговом канале, видос в описании. Этот канал есть, а есть и другой канал, еще лучше, влоговый канал. Кто отвечает, напомните? Я. Какая война закончилась для Советской России Брестским миром? Так, 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 надо подумать. У меня 5 секунд, да? 30 секунд. Резкий мир. Ох, 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 так, резкий мир. Война с Россией. Так, вот, прикрепишься. Японская. Так, так, так. Может быть, война с Финляндией? Мы утверждаем этот ответ. Да, утверждаем. Хорошо. Ваш вариант? Первая мировая. В этом раунде побеждает Адиль. Уж ты какой-то гениальный. Как называется символ царской власти? Золотой шар с крестом наверху. Так, пусть будет Держава. Денис, встань, пожалуйста, так вот, прям рядышком. Вот так вот, да? Денис, твой вариант. Скипетр. Правильный ответ. Держава. Вы считаете, сколько у кого баллов? Нет. Ну, я один раз ответил. Один только раз? Он получается 3 до 3. 3-1. А если бы я, получается, ответил так, что все равно очко пошло неправильно? Ну, если бы он ответил неправильно, тебе бы пошло очко. Ага. Че, ты, я профессионал, елки-палки. Ты думаешь, просто так это придумано передача? Ну, пока 3-1. Да. Кто отвечает? Я отвечаю. Ага. Сергей Рахманинов, знаменитый КТА. Композитор. И это правильный ответ. 2-3. В пользу не Дениса. Один Т отвечаешь, да? Кто сыграл Леночку Крылову в фильме «Карнавальная ночь»? Людмила Гурченко. Какой же очень у нас умный казах-парень из Астаны. Учится в Герцена, в театральной постановке Льва Николаевича Рахманинова. Аплодисменты. Счет 4-2? 4-2. 4-2. Я напоминаю, что у нас в копилке, как правильно говорить, не в копилке, а в банке, очень много рублей. 4-3, нормально будет? Нормально. Что за орудие «Эскалибр»? Меч. Я не буду тебе этот вопрос тоже задавать, потому что зачем? Это правильный ответ. Денису аплодисменты. Он очень гениальный и умный человек. И счет 3-4. Чтобы вы понимали, ребята не просто так оказались здесь. Потому что в своем телеграмме каждый раз, когда я выезжаю на съемку, я делаю маленький вонючий кружочек. И говорю там, я еду туда-то, сюда-то. И ребята подтянулись. Ну, а деле, конечно, я подтянул. Честно, так же. Ну, казахи сейчас, там, бурята. Ну вот. Поэтому в описании есть телеграмм. Туда залезайте, если хотите участвовать в этой галимой лабуде. Как пишется полчаса? Кто отвечает? Адиль. Да. Слитно. Неправильно. Пол часа. Раздельно. Адиль ответил правильно. Браво. Ладно, я пранканул тебя. Да, да, да. Так, держите. Кто сформулировал основной закон гидростатики? Закон гидростатики. Так, так, так. Ом. Ом, да. Ты как думаешь? Предположу, что Архимед. Вы оба в этом вопросе совершенно не правы. Потому что этого мужика звали Паскаль. 4-3, да? Да, да. Шлепанёши вот сверху. Ну, рубашоночку. А, куда? Ну, вот так вот, на эту самую. Да нет, рубашку. Рубашку на пяже у меня. А, рубашку. Спасибо. Так, что там кто-то там отвечает? Адиль. Адиль, вопрос тебе. Как звали мальчика... Так, можно вот так? Как звали мальчика, который попал... Куда попал? Подожди. Который попал в страну невыученных уроков? Слабак. Не смотришь советские наши мультфильмы? Ну, не знаю. Скажу, Васечкин. Говори. Ты-то знаешь. Я тоже попробую предположить, что это есть имя, то Коля. Итак, ребята, подсказка. Сколько землекопов? Три землекопа. Опа. Вот эта подсказочка. Полтора землекопа у него было. А потом его хотели... Казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя, забитая помиловать. Витя Перестукин. Перестукин? Знаешь Витя Перестукина? Ну, я, если честно, не помню, но... Слабовато. Ну, топовый мультик был у нас вместе. Ну, конечно. Конечно. Я все понимаю. Я все понимаю. А сейчас кто включает? Хрен поймешь. Ага. Денис, напомните счет. 4-3? Кто из апостолов усомнился в воскрешении Христа? Иуда. Твой вариант. Я кроме Петра и Павла никого не знаю, поэтому скажу Петр. Ребята, эти все вопросы были мною спэзжены из передачи «Слабое звено». Если эти патлы там накосячили, то и здесь тоже может быть косяк. Фома там, там Фома. Ну, там и Фома. Фома не верующий, типа? Вот эта тема. А, все! Значит, все точно, все четко. Слабовато. Так, Адиль. Какой император подписал документы о продаже Аляски? Александр Второй. Если не ошибаюсь, по-моему, Екатерина Вторая, императрица. А кто-то мог бы назвать бы и Ленина, а кто-нибудь мог бы назвать и Игоря Николаева. Но правильный ответ – Александр Второй. Пять-три! Я отвечаю, да? Фильм Эльдара Рязанова по пьесе «Давным-давно». Вот это вопросы. Фильм Эльдара Рязанова. «Давным-давно». Я вообще не знаю. Пусть будет ирония судьбы. Сейчас будет подсказка. «Давным-давно, давным-давно, давным-давно». Это была первая подсказка. Вы можете отвечать, как вам по кайфу. И вторая подсказка. «Переоделась она в гусара, девка-то». Любила она его. Яковлева. «Гусарская баллада». Да. 6-3. Очень сложный вопрос для тебя. Это сложно. Давай лучше сложное ему будем задавать, правильно? Да, не, ими тоже. Да, хорошо. А что это мы? Конечно. Конечно. Просто он школу недавно закончил. У него все в памяти есть. А я давно. «Какой древнегреческий философ воспитывал македонского?» Ох. По-моему, Архимед, если не ошибаюсь. Аристотель. Или Аристотель. Откуда ты знаешь? Это из... Колин Фаррелл? Нет, Абай Кунанбаев. Это казахский Шекспир. У него есть поэма «Ескендер». Там написано. Как по-казахский Кумыс? Кумыс. Кумыс. Вопрос для Аделя. Что делит Землю на западное и восточное полушария? Западное и восточное полушария. Тут точно не экватор. Ну, не знаю. Меридиан пусть будет. Гринвенчанский. Что там делит? Так, 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 так. Гринвенчанский, секунду. Так, ну, не Меридиан. Да хрен с ним, Меридиан. 7, 3. 7, 3. Рофлишь. Да нифига я ничего не делаю. Мне просто самым без башки все вылетело. Меридиан. Обалдеть. Обалдеть. Все, уже разрыв счете большой. Да ничего, сейчас нагоню. Да все равно нагоню. Блин, это вопрос пипец, конечно. Ему зададим. В каком государстве находится главная резиденция Папы Римского? Как добрый день, Денис. А, понятно, это Ватикан. Аллилуйя. 7, 4. Сложные вопросы дадим, он хрен ответит. Тоже мне. Самый умный ты казах на планете. Кто автор повести Алые паруса? Скушал? Александр Степанович Грин. Ответил, да. Правильно. Да, правильно. 8, 4. Ничего, ничего. Итак, вопрос... Вопрос Дениса, правильно? Угу. Как звали в начале 20 века союз Франции, России и Великобритании? Ох, это сложный вопрос. Так, 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 так. А, а, я подсказываю. А. Угу. Я вообще не могу. Ан. Последний тоже. Ан-та. Анталия? Антанда. Антанда? Я вообще не знаю об этом. 8, 5. Похавал? Да. Антанда. Угу. Итак... Антанда. Антанда, серьезно. Ладно, все, давайте серьезно. Давайте серьезно. Серьезно, почистно. 8, 5. Так, поехали. Вопрос для тебя. Столица Исландии. Рикявик. А что сделаешь? Молодец. Давайте встанем и все вместе поаплодируем самому умному казахстанскому астанинскому петербуржскому парню Адилю. Это правильный ответ. Так, теперь задаем тебе. Так, 9, 4. 9, 5. А, 9, 6 живо. 9, 6. Столица Узбекистана. Это что такое? Так. Ну, Ташкент это... Ташкент, да. 9, 7. Он не гоняет тебя. Так. Столица Австрии. Вена. Молодец. 10, 7, ребята. Выигрывает парень из Астаны, Адиль. И пока проигрывает Деннис, не Кирибидис. Столица Ирана. Багдад. Дамаск. Пусть будет, не знаю. Это был последний вопрос. И по правилам этой игры, кто правильно отвечает на этот вопрос, тот и забирает все деньги. Правильный ответ Тегеран. Ответил я, и поэтому деньги не достанутся никому. Это была самая интригующая, интересная и великолепная передача, которая называется «Вопросы и хрен кому перепадут бабоса». Шутка. Привет передаем кому-нибудь. Я полезу в кассу. Лёля, я знаю, мы сейчас смотрим. Люблю тебя сильно-сильно. Привет тебе. Привет Саше. Привет Але. Привет Ольге. Так. Полине Балденковой тоже привет. Ну всё. За второе место в этой передаче Денис Никирибидис получает тысячу рублей. Пожалуйста, это вам аплодисменты. И за первое место в этой передаче получают две тысячи рублей бабосов Адиль. Адиль, пожалуйста, это твои пиньоны. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы я раздавал людям не тысячонки, а чтобы это были пятитысячные купюры, много пятитысячных купюр, сделайте так, чтобы я стал богатым человеком. Для этого вам нужно ставить эти лайки по тоскушке, писать много разных комментариев, просто делайте много-много разных аккаунтов и пишите, пишите всякую хрень. Мне вообще всё по барабану, что вы там пишите, кроме душевных и волшебных комментариев, где вы пишите, какой же приятный ведущий парень, ай-яй-яй, хороший человек, наверное, и всё приколы, всё туда-сюда, всё такое, вот такое всё пишем, это я читаю. Всё говно тоже пишите, но вряд ли я буду это читать. Репосты, мапосты, всю хрень делайте, и тогда я буду зарабатывать бабосы всякие разные, рекламу будут мне всякую там заказывать, и я буду раздавать людям побольше бабосов. Нормально я? Да, хорошо. На этой ноте эта дебыльная передача заканчивается, но я напоминаю, что у меня есть канал влоговый, где нормальный контент. Смотрите там контент? Нет, не смотрел. А что за контент там? Я тачку недавно купил, всё это отснято. Влоги, часть 1, часть 2, часть 3. Всякие разные другие передачи намного интереснее вот этой. Это так, чисто. От лукавого. А ты смотрел второй канал? Я смотрю. Красава, Адиль. Казахи, раз вы смотрите эти видосы, вы красавы, все Мадушинские в Душинску, тоже делайте всякие лайки, репосты, и если вам Адиль понравился, и вы хотите, чтобы он сразился с каким-нибудь другим казахом, найдите мне какого-нибудь ещё одного казаха. Всё, наверное, мы закончим эту передачу. А, блин, я забыл. Иду одна минуты вдаль, а там на небе туч вуаль приоткроет. Солнцу край, куда кричать, кого звонить? Хочу я что-то изменить в этой жизни. Выручай. Если знаете слова, то подпевайте. Ну, когда заберёт меня маленький самолёт и станет мир большим, мир большим. Подожди, подожди, рано ещё. Полечу над землёй, городами и тишиной. Куда же жизнь спешит, жизнь спешит. Спасибо. Не знаешь, что это песня? А припев можно хотя бы? Подержи, пожалуйста. Сейчас припев. Может быть, по припеву? Нет, по припеву сейчас я просто... Поехали. Ну, когда заберёт меня маленький самолёт и станет мир большим, мир большим. Полечу над землёй, городами и тишиной. Куда же жизнь спешит, жизнь спешит. А кто исполняет? Валерия? Валерия Мелаза. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Не забывайте влапливать лайки и вонючки. И не забывайте писать всякие комментарии. Всё. Ну, пацаны, сейчас самое главное, чтобы звук записался. Лакунга! Лакунга!